Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец, в регионе уже разработан план по увеличению потока отдыхающих в межсезонье. Санатории и пансионаты сегодня предлагают поправить здоровье и пройти курсы реабилитации по более чем 500 программам самой разной направленности. В этом должно помогать в том числе и межведомственное взаимодействие здравницы поликлиник. В ближайшее время Министерство курортов края обеспечит медиков полиграфическим материалом с информацией о лечебных и оздоровительных программах краевых здравниц. Мировой технический опыт показал, что наиболее эффективный канал продвижения это как раз консультация практикующих врачей, тех людей, которым доверяют пациенты в стационарных учреждениях и как раз распространение информационных материалов в поликлиниках и больницах. Поэтому мы подготовили информационное обеспечение полностью, это и наши буклеты, где структурировано и по территориям, по показаниям, по направлениям лечения, по заболеваниям. Удобно, презентабельно, чтобы было на рабочем столе у каждого врача. Курортные территории региона становятся все популярнее в межсезонье. И в этом направлении необходимо развиваться дальше. Положительным опытом поделилась Анапа. Благодаря постоянному развитию лечебной и бальнеологической базы санаторий курорта никогда не пустуют. На протяжении многих лет Анапа уверенно удерживает статус всероссийской здравницы. Всемирная федерация водо- и климатолечения ФИМТЕК четыре раза признавала Анапу лучшим бальнеологическим курортом. В расчет брались не только богатые природные, лечебные, рекреационные возможности, но и медицинский потенциал. Многие специалисты сегодня называют Анапу центром российской курортологии. Кроме того, именно у нас были заложены основы отечественной детской курортологии. Наш город располагает более чем столетним опытом эффективного санаторно-курортного лечения. Сегодня у нас работают 69 санаторий и пансионатов, 47 из которых круглогодичный. По состоянию на 17 октября на территории Анапы было размещено 3 млн 687 тыс. туристов, прибывших на отдых, оздоровления и лечения. Программу по межведомственному взаимодействию санаториев и поликлиник начнут реализовывать в самое ближайшее время. До конца октября Краевое министерство курортов планирует провести информационный тур для представителей медучреждений по здравницам края. Кроме того, уже стартовала краевая программа «Южная здравница», в которой участвуют около 40 бальнеолечебниц, санаториев и пансионатов. По этой программе в период с сентября по май санаторное лечение с проживанием обойдется жителям Кубани и соседних регионов в половину стоимости путевки.